Тимофей Тимачев Тимофей Тимачев Тимофей Тимачев Тимофей Тимачев Тимофей Тимачев Тимофей Тимачев до кромки. Эта первая драка случилась, я еще раз повторю, на четвертой минуте, после чего игра должна была быть продолжена в неполных составах 4 на 4. Ягар Веро и Шишканов вместе с Романовым. Крупным планом. Еще скажу, что последний этот поединок команд в Чехове, если вы помните, год назад закончился трагедий, тогда на последних минутах плохо стал Алексею Черепанову, спасти его тогда не смогли. Авангард после этого в Чехов не приезжал, и вот приехал первый раз спустя год с лишним. Сразу же вот такой вот ЧП, которого в истории нашего хоккея еще не было ни разу. Итак, игра продолжена в формате 4 на 4. Вроде бы ничего не предвещает. Опять же массовый драк, но они тем не менее опять начинаются. Опять свисток, опять удаление. Что здесь? 75-й номер, это Евгений Орлов из Авангарда. Евгений Орлов 4 минуты после этого плюс 10 дисциплинарный штраф. Алексей Бондарев Авангард 4 минуты плюс 10 дисциплинарный штраф. Владимир Перуушин 4 минуты плюс 20 дисциплинарный до конца игры. Александр Храмков 16-й номер Авангарда грубость плюс 20 дисциплинарный до конца игры. Плюс 2 минуты еще за грубость. Что касается Витязя. Сергей Зубарев номер 16 5 минут плюс 20 дисциплинарный до конца игры. Алексей Кознев Витязь, Кознец, тоже уж я забыл, когда он последний раз дрался, удаляется не так часто. И вот, тем не менее, 5 минут грубость, 20 дисциплинарной до конца игры. Дмитрий Мегалинский, номер 77, 4 минуты грубости, наверное, и 10 дисциплинарной до конца игры. Денис Сергеев, Витязь, грубости, 10 дисциплинарной до конца игры. 7 секунд сыграли команды, после чего ровно наполовину состава уже были усечены. И вот очередная драка, это уже 3.37, через 3 секунды после выбрасывания. Ну и обратите внимание, что с лавочки выбегает игрок авангарда Дмитрий Луценко, 72 номер, судья все видит. После этого с лавочки выбегают уже не один, не два игрока Витязи, после этого выбегают с лавочки игроки авангарда. Соответственно, начинается драка уже массовая, и на лед выходит уже и оштрафованный. Да, но что-то подобное мы, наверное, если кто-то и видел, то это было в середине 80-х на молодежном чемпионате мира, когда дрались сборные СССР и Канады, тогда, если вы помните, примерно полчаса драка была все на все. Вызывали полицию, это не помогло. Чемпионат мира был в Словакии, в Пештянах. В итоге Международная Федерация Хоккея дисквалифицировала как канадцев, которые тогда претендовали на золото, так и сборную СССР, которая не претендовала уже ни на какие медали. Итак, 3.37. Яромир Ягар, очередные 10 минут. Грубость, Алексей Бондарев, авангард. Грубость, Ежов. Грубость, Орлов. Грубость, 20 минут. Грубость, Рыбыкин, 20 минут. Эрик Перен, 20 минут. Денис Ежов, 10 минут. Дмитрий Волосенков, 20 минут. Что касается Витязя. Клименко, Панарин, Литвиненко, Мегалинский, Комаристый, Носов, Батыршин. И Сергей Денисов. Братарь Сергей Денисов приехал драться со своим оппонентом. Ну и после этого, после этого в составе авангарда осталось 3 человека, в составе обеих команд. Осталось по 3 человека на площадке, по 3 человека на лавке штрафников и по одному у нас комедии запасных. После возобновления игры, буквально через 2 секунды, игроки опять подрались. И в итоге, сейчас я зачитаю вам официальное заявление, которое опубликовано на официальном сайте континентальной хоккейной лиги. Матч чемпионата КХ, открытого чемпиона России по хоккей между командами Витязи и Авангард, был прерван через 3 минуты 39 секунд после начала первого периода. Это было сделано в соответствии с правилами игры в хоккей. В связи с недостаточным для продолжения игры количеством хоккеистов в составах обеих команд. По 3 полевых игроках, это информация в скобочках, по 3 полевых игроков и 1 голкипера. Это крайне редкая для хоккея ситуация, первый в истории отечественного хоккея случай, в результате остановки игры, в результате нехватки хоккеистов, вызванной большим количеством удаления до конца игры. Встреча с самого начала сопровождалась конфликтами, должностные лица континентальной хоккейной лиги, как вовсе, так и присутствовавшиеся на матче, предельно внимательно следили за развитием событий. Решение о прекращении матча, принятое обслуживающим игру арбитрами, соответствует правилам игры в хоккей и признано лигой правильными. Завтра в 10 утра начнется совещание официальной комиссии КХЛ, которая и примет решение относительно санкций к участникам сегодняшнего чеховского побоища. Могу предположить, что санкции будут очень жесткими, может быть даже жестокими. А теперь перейдем непосредственно к хоккею. В Москве сокольник... Продолжение следует...